Девушки отдыхают Прекратите Мали Не оставляй меня Все будет в порядке О, боже мой Сэм, ну, все будет хорошо Все будет хорошо Добрый вечер, уважаемые дамы и господа Сегодня вторник и, как всегда, в эфире программа «Тема» И сегодняшний наш разговор пойдет о жизни после смерти Я думаю, наверняка после того, как я сказал название программы Название нашей передачи Количество зрителей прибавится А наши главные герои в сегодняшней программе Это Валерий Васильевич Авдеев, парапсихолог Прошу приветствовать И Алексей Константинович Прима Парафизик И руководитель Центра по исследованию аномальных контактных ситуаций Итак Давайте сразу перейдем к теме Вы считаете, что жизнь после смерти существует? С точки зрения верования, суеверия Я не верю в загробную жизнь Потому что я совершенно определенно и однозначно знаю, что она существует Ибо мы с коллегами занимаемся экспериментальным познанием этой действительности И на приборном уровне, и на гипнотическом уровне И, как это ни парадоксально звучит, на уровне колдовства Так, прошу вас Я знаю, что смерти не существует Йоги говорят, что мы живем в океане жизни, но не в океане смерти Если бы один атом во Вселенной умер, Вселенная бы рассыпалась Поэтому смерть это и есть глупая идея Внутри человеческого вида Но дело в том, что мы не знаем, что такое человек Кто умирает Сущность человека Тело, оно меняет форму А сущность это душа, она вечная Значит, все-таки вы сказали, умирает Тело не умирает, а переходит в другое состояние Мы рождаемся в новый вид, духовное тело О том, о чем говорил Циолковский Лучистая энергия Верите ли вы в жизнь после смерти? Совершенно не верю Нет Почему? Да, потому что там нет ничего Да, верю Да Почему? Ну, потому что так легче жить Да, верю Нет, не верю Нет, наверное Да Почему? Да, интересно просто Да Почему? Ну, потому что она есть и будет душа бессмертна Верю Почему? А потому что в человеке есть по-реглигозному душа По-научному нейтрино Это сгусток всей мозга, энергии, которую человек приобретает за всю жизнь И когда человек умирает, она отделяется и вертится вокруг человека За 75 лет не научили верить Ну, я не верю Хотя все может быть Не верю и все Нет, не верю Почему? Ну, не знаю, так воспитан, наверное После смерти жизни не будет Смертью жизнь заканчивается Только прах, тлен и все остальное Потому что иначе быть не может Умрем мы и там не знаем, будем мы жить или нет После смерти я всю жизнь живу, пока пью Как-то уйти насовсем нельзя Я живу вечно и буду жить Вы считаете, что смерть существует? Да, смерть, безусловно, существует И не только для физического тела Но и для части духовной субстанции человека И когда происходит момент смерти человека То из него выделяется некий астральный двойник Простите, эфирный двойник выходит Он абсолютно соответствует параметрам человека Потом из этого двойника исят съемки Выделяется некое астральное тело Вот такой вот яичек примерно И уходит дальше В так называемый параллельный мир Уходит через выходное отверстие Коммунировых коммуникаций, как я называю его Так вот, ушла душа, а астральный двойник остался Это полуразумное существо Но при этом оно определяет Обладает остаточными какими-то элементами разума Привидения, призраки, это вот и есть эти существа То есть часть человеческого я остается здесь И этот двойник, эфирный двойник Он разлагается, распадается и растворяется На корпус колы света, то есть превращается в ничто А это часть души Я прошу прощения, а вот это отверстие, через которое они уходят Во-первых, а, куда они уходят Б, ежедневно в мире умирает колоссальное количество людей Каких размеров должно быть это отверстие Чтобы все оттуда вот ушли Вот, и насколько эта теория Может быть подтверждена документально Это гипотеза, которая базируется прежде всего на сеансах гипноза Не только регрессивную, но и сугестивную Как известно, человек в состоянии гипотетического состояния В принципе, не в состоянии лгать Человек говорит только правду, одну только правду Вот обратите внимание, это рисунок, которому 3,5 тысячи лет Египтский рисунок Из человека Вылетает душа Ее подхватывает птица смерти И несет душу в своих лапах в иной мир Как выглядит душа? Посмотрите внимательно Какое-то кольцо с дыркой Ну, грубо говоря, второе И какая-то загогуленка внизу Вот фотография, сделанная год назад Москвичка Владислава Торчевская Вот так будет выглядеть каждый из вас, когда умрет Это душа Сравните, пожалуйста, фотографию и рисунок 3,5 тысячи лет недавности Нет, не выживет Миллион раз видел Не выживет Все Видишь? Вот душа Сейчас за ним придут А может быть и нет Нам не дано этого знать Люди, которые попадают в состояние клинической смерти Вот есть такой термин, медицинский, да? Что такое клиническая смерть? Это когда останавливается в основном сердце В основном? Да Сердце останавливается, дыхание прекращается Это и есть клиническая смерть А мозг? Работа? Мозг работает Он работает, еще может 5 минут работать Как считается Вот Ну, это условно Дело в том, что были в определенных условиях Человек возвращали Шамана, например Через несколько суток возвращали Были такие случаи? Оживляли людей, да Но там учитывается Это была Это вечная мерзлота Мозг там сохранил свои функции Или это было что-то сухое, очень песок Там тоже мозг сохраняет, не разлагается В этих условиях Иногда возвращают людей Если не нарушено вот тело Но в наших условиях Я прошу прощения Я прошу прощения, это легенда? Это апокриф? Или это реально научно подтвержденный факт? Это факты, которые описаны тысячелетиями в литературе Их очень много Эмпирический опыт И в том числе это научно тоже доказано Так я прошу прощения Если это доказано То тогда Может быть многие люди захотят Давайте вот я как умру Не надо меня никуда хоронить Вы меня заморозите? А потом, когда наука может быть достигнет каких-либо высот Они меня спокойно реанимируют И я вернусь к жизни И оп, окажусь Ну в 2000 Бог знает каком году В городе Москве Естественно, не узнав ничего здесь Вы знаете, такой опыт уже есть Например, американцы заморозили две семьи Муж и жена Муж и жена, которые болели раком Сейчас они находятся в такой капсуле И где температура ниже нуля И одна девочка, 14 лет Которая попала в автомобильную катастрофу Но мозг у нее цел Идея стать бессмертным с помощью замораживания Забудоражила многие умы около 20 лет назад Первым решился на это профессор из Лос-Анджелеса Бетфорд Группа ученых заморозила тело профессора по его завещанию Для чего? Существует мнение Что через несколько сотен лет Медицина станет всесильной И появится шанс снова вернуться к жизни Одним из тех, кто пожелал воспользоваться подобными услугами Стал известный греческий миллиардер Аристотель Анасис Он распорядился подвергнуть к реаконсервации Тело своего 24-летнего сына Александра Разбившегося на самолете Таким образом, богатые американцы Стремятся купить то, что никому еще никогда не удавалось Сегодня в США терпеливо ждут своего воскрешения Десятки скончавшихся миллионеров В Америке есть несколько клиник, где используют заморозку После смерти у человека удаляют всю кровь А ее место в кровеносных сосудах заменяет глицерин Обработанное химикатами тело заворачивают в станиоль И хранят здесь, в криогенном цехе В сосуде с сухим льдом Который заполняют жидким азотом при температуре минус 196 градусов Цельсия Такую методику предложила калифорнийская фирма Транстайм Однако многие ученые считают, что надежды на воскрешение могут не осуществиться По их мнению, невозможно восстановить клетки мозга Которые окончательно погибают уже через час после смерти Что видят те люди, которые пережили клиническую смерть? К сожалению, никто из этих людей на истинном том свете не побывал Люди, насколько я понимаю, приближались к тому, как угодно называете Река Стикс, огненный поток По-разному называют люди Доходили до того рубежа, через который потом Харон перевозит Что дальше, мы не знаем Картинка совершенно стандартная У всех, подчеркиваю, у всех Сначала выходит астральное тело Человек наблюдает сам себя сверху Иногда Да я вам покажу это проще Вплоть до фотографии Вот Значит, эта съемка делалась в момент После смерти Очень известного американского экстрасенса Другим экстрасенсам Полиции признан материал достоверным Абсолютно уникальные фотографии Внизу Лежит труп Встает Астральное тело из него Переворачиваем Встает дальше Поднимается с постели Находит на камеру Закрывает почти своим телом камеру Из эфирного двойника Выходит астральное тело Такой вот Астральный шарик И влетает в знаменитый коридор В какую-то трубу Кто из присутствующих в студии Пережил клиническую смерть? Вы, да? Я почувствовал необычайную легкость И впереди Действительно Ну, неестественный свет Которого вот здесь на земле Просто нельзя описать Я даже не могу сказать Красный он там Встретить его здесь нельзя Я прошу прощения Что с вами произошло? В связи с чем вы пережили клиническую смерть? Это была травма или что? Это было падение шестого этажа Вы упали, разбились И вас вернули к жизни, да? Понятно, вы Очень сильное отравление было 18 лет назад Я тоже испытал вот этот свет И меня вернули обратно То есть я не упирался, не хотел Но он сказал Ты должен выполнить ту задачу Которую на тебя возложил Высший разум Но я не стал вопросы задавать Я прошу прощения Почему вы решили, что это был он, а не она? Вот передо мной был Он, мужчина Понимаете? А все-таки это в чем это? Он был во что-то одет или что? Сейчас я вам скажу Да, был одет Вы знаете, я икону Иисуса Христа смотрел Вот недавно Мне попалась фотография Американских ученых Которые с плащаницы сняли И вот действительно Иисус Христос почти был Понятно, прошу вас Так, а у меня при сердечном приступе Упало давление резко 60 на 40 И был выход из тела Но людей я не видела Но слышала, что говорили И что говорили? Говорили, что пульса уже нет Что, в общем-то, уже все кончено А я удивлялась, думаю Я же слышу вас И нужно что-то делать А сказать я ничего не могла Понятно, прошу вас Рак крови Я хочу сказать, что он прав В том, что действительно Светяшееся тело человека Сторонно видит И видит, как оно выходит Из физического тела Причем со стороны Он также прав в том, что там Обращаются некто Но Это некто Не женщина, не мужчина Оно, можно сказать Их много Но оно как бы одно Там проверяют человеческую Пройденную жизнь на земле Вернее, там существует Некоторого рода датчики Это датчики Прошипывают человека Насквозь И потом уже По характеру Пройденной жизни человека Идет уже решение Возвращать ли Для чего Куда И как И действительно Спрашивают Мнение человека Меня насильно Вернули Вы не хотели Нет Я стала их написан После этого Вы знаете Во время операции У меня остановилось сердце И я попала в темную туннель Я искала выход А когда увидела свет Я очутилась Около железнодорожного полотна С ребенком на руках У меня была девочка А когда я В палате Меня разбудили То я действительно Родилась девочка То есть Это было во время родов Да Во время родов Понятно Прошу вас У меня было Сильное отравление Когда мне было 5 лет И когда я Ощутил На себе Легкость То я поднялся В потолок Далее Опустился В скорлупу Такого Матого Света Оттуда Меня вытянул В трубу Где вот Был тоже Виск Писк И опустился Как бы В камеру Такую Залитую Таким Прекрасным Светом И конусообразный Свет Спустился на меня Я почему-то Сидел В позе лотоса Когда Никогда Не садился В эту позу Вот И видел Своих родственников Которые Говорили мне Вернись Тебе тут Делать нечего Ты еще Не выполнил Родственников Уже ушедших Из жизни Да Уже ушедших Из жизни Особенно Деда Бабушку Вот Так Понятно Вы Реаниматолог Ты что не хочешь С нами идти Я говорю Нет Я еще не все сделала Я только закончила институт И мне еще надо За ребенком ухаживать Смотри Говорит Состояние В общем-то На земле Несколько иное Чем у нас Беседа такая Состоялась Я 8 часов Летала Понятно Я прошу прощения Кто-нибудь из вас С родственниками Встречался там Или же видел Картины из жизни Из прошедшей Своей Вы Когда мне сказали Вернешься Я сказала Нет Почему Не хочу Вернешься Нет А что тебе Там не понравилось Я говорю Нет В этот момент Моя жизнь Прошла Снизу доверху Как бы Все Это мгновенно Происходит Даже непонятно Как Что Тут ничего Интересного Не было Я говорю Нет Ничего Интересного Не было А что На земле Вообще Ничего Интересного Нет Я сказала Единственное Что мне Понравилось Слова Папа Мама И дети Понятно Вы видели Кого-нибудь Из родственников Из родственников Не видел Но меня тоже Насильно возвращали Я упирался Не хотел Но по Этой воле Покорился А вы Я не видела Из родственников Но у меня Вот когда По этому коридору Пролетало Вставали как бы Картины Но они Как бы Картины Из моей жизни Которая уже Прошла И неизвестные Картины Я так думаю Что это Где-то из будущего Вы заглянули В будущее Что-нибудь Из того Что вы видели Уже сбылось Вы знаете Начало сбываться Практически сразу Когда я почувствовала Ну Какие-то возможности Которых раньше У меня не было Прикосновением руки Я могла Убирать Главную боль У мамы Я не могла Тогда найти Объяснение Этому Реанимация Института имени Склифосовского Не дай бог Кому-то из вас Оказаться здесь Сюда привозят тех У кого мало шансов Вернуться к нормальной жизни В изнурительной борьбе С собственным организмом Побеждают лишь Самые сильные Ежедневно В этих палатах Происходят Десятки смертей Если душа Действительно Покидает тело Здесь должно находиться Слишком много душ Я не встречал людей Которые после клинической смерти Говорили о том Что они видели Какой-то свет Какой-то свет В тоннеле Какие-то Радужные сияния Какие-то Нимбы Образы И тому подобие Никто этого В общем Не видел Тяжело выводить Из клинической смерти Ну В общем-то Конечно Тяжело Это где-то Как-то и зависит Конечно И Какая травма Была у больного И будем говорить Так что Хочет ли И хотел ли он жить И В общем-то Это усилие Конечно И нематолога Все это вместе связано Что вы делаете Ну Что делается Делается Искусственная Вентиляция легких Подключается Больной к аппарату Вот Значит Делается Массаж сердца Нет жизни После смерти И все что говорят Это вымысел Означает ли Клиническая смерть Путешествие За гробный мир Сегодня не знает никто Однако Врачи в это Не верят Ни один больной Не рассказывал Что он видел Своё тело со стороны Нет Такого никто не рассказывал Вы читали Моуди Да Читала Я считаю Что всё это ерунда Работа в реанимации Что это абсолютно ерунда А вы как думаете В моей практике Тоже этого не наблюдалось Вы читали Моуди Да Читала И тоже считаю Что в общем-то Этого нет на самом деле А правда ли Что некоторые больные Видели ад Я не слышала Мне такому никто Из больных не говорил Мне тоже самое Ну говорят Что наоборот Ад здесь у нас на земле А там рай Только рай А здесь ад Которым Как говорится Мы каемся Существуют ли Различные реальности Для разных людей Которые исповедуют Разные религии То есть Я христианин Я попаду В другой Загробный мир Нежели чем Мусульманин А мусульманин Попадет В другой Загробный мир Нежели чем Иудей Потому что Вот то светлое Вещество Изначально Трактуется В каждой Религии По-разному И законы Нравственные Разные Еще на стыке 19-20 веков Некто Шуре Написал Блесательно Совершенно Исследование Которое называется Великие Посвященные Так вот В этой книге Насколько мне известно Шуре был первым Кто Сформулировал Ну Общеизвестный Если угодно Современный Философский И даже Мировоззренческий Постулат А именно Какие бы религии Ни были на земле Какие бы Внутренние Теологические условия Себе не содержали Все они Так или иначе Восходят К одному Единственному Параллельному Миру К тому Что мы условно Называем Божьей реальности Вот к тому Светящемуся Сверхразуму Сверхсуществу Которое Как я совершенно Справедливо Тут заметила Одна дама В принципе Не имеет Религия Он общий Для всех Как не может быть Воздух Индивидуальный Мы вдохнули Говорим Мой воздух А нам говорят Выдохни А то умрешь Так не может быть Душа индивидуальная Она общая Для всех Но у нас Сложились При помощи Слов Религии Философии Сложились Уже такие Понятия Понятия Множественности И вот это Сосуд Граали Это пребывание В состоянии Нуля Ноль сознания Или вы называете Дзен Дао Медитация Нирвана Вот это практика То что мы сейчас Практикуем Вот И поэтому Сейчас Мы все астральные Какие-то двойники Что ли Или что происходит Объясните Мы с вами Мы существующие здесь Вот в студии Ну реально я Вот кто я Объясните мне Вот сейчас В данный момент Я Листьев Владислав Николаевич Да Это личность Название личности Это Хорошо Название личности Да А личность Это не есть ваше я Вот физические мои качества Вот ноги Руки Голова Тело Никакого отношения К вашему я Не имеет Никакого отношения Если хотите Я объясню Кто такой вы Дело в том Что до того Как я умерла Я была ясной видящей Была целительницей После того Как это произошло Ко мне пошло Огромное поле информации Конечно Я не навязываю Но это очень просто объяснит Надо начинать с того Кто такой вообще человек Человек Есть Взаимосвязь Нескольких законов Это законы То есть Нескольких сфер Вот как говорят Кто вы Здесь заходит Закон земли Земного притяжения Это физическое Ваше тело Сюда входит Другой закон Закон другой сферы Тот который Когда Останавливается Сердце Прекрашается Кровоток Та цепочка Которая связывала Эти сферы Она расслабляется То что Пронадлежит Земле Реальное Оно притягивается Магнитом Земле Остается на Земле То что То что Из другой сферы Вот это Блестящее тело Оно Мгновенно Так как я летела Долго летела Причем Уходит за пределы Атмосферы Земли Я могу объяснить Что такое Тоннель Это есть Можно сказать Некоторое пространство Ловушка Пусть меня Господь простит Ловушка Причем Очень сильно Намагничена Конечно Там другие частицы Не то же Замагнит А другое Оно Это так как Сфера другая Она ихняя Ихняя сфера Моментально Притягивает этот Тоннель Тоннель Имеет Огромную Протяженность Но там Датчики Проверяют Прошлупывают Начиная от Человек От убийцы Убийца Он в другую Сторон В другой Тоннель Идет Нет Он возвращается Атмосферу Земли Для воплощения Для отработки Для возмездия Для кармы Продолжение следует Продолжение следует Как относиться К тем людям Которые ушли Из жизни Они не ушли Никто никуда Ну хорошо Они не ушли А почему я их не вижу Когда вы вот Уйдете Вы тоже узнаете Куда я то уйду Вы знаете Вот мне кажется На этот вопрос Хорошо бы Чар ответил У нас присутствует Здесь Мах Да знаю Господина Чара Сейчас одну секунду Прошу Вообще Я думаю Мне такая Маразматическая идея Пришла Глядя на вас Может быть Показать Как люди умирают Прошу Так Я пульса не чувствую Совершенно Так Секунду Возвращаемся Да Возвращаемся Все Все Возвращаемся Спасибо Все Как вы себя чувствуете Минут через 20 Спросите Обычно восстановление Происходит где-то полчаса Ради бога Извините за беспокойство Прошу Что вы говорите В Астралии он поднялся на метр Вы его видели Да Его сущность Вы тоже Все видели Вот все Кто-нибудь видел Как он поднялся Дело в том Что смерть Это как правильно Заметили оба специалиста Она и есть И ее нет Смерть есть Для обычных людей Эти люди Исчезают В миражах Тумана смерти А их тянет туда И они уходят Я прошу прощения А что Есть обычные Есть необычные люди В чем отличие Обычных Необычных Маги же Умирают Совершенно По-другому Вы маг Да Он Сейчас Продемонстрировал Короткую смерть Вот Все-таки Смерть была Обязательно Она была На несколько секунд Вы это А как вы это Зафиксировали Скажите мне Я зафиксировал Потому что я наблюдал Его поле Ощущал И было четко То что был пульс И сердце было остановлено Сердце такой же орган Как и иные И подвластен Приказу Слышим Вот оно Забилось Часто Часто А вот Реже Пожалуйста Совсем Остановилось Прикажете Ему замереть Навсегда Навсегда Или пустить Христос С вами Пустите Пускаю Пустил Опять Угу Когда они Просто Отснимали Там В замке Какие-то сюжеты Еще одна Зарубежная Фотография Уже Современная Вот с этой стороны Мерлин Монро Колумбарь Где покоясь урна С ее прахом Случайный снимок В облаке Мерлин Монро Но наибольший интерес Представляет Вот эта фотография Верхняя Здесь три мальчика Один из них Вроде бы Выше рост На самом деле Это один и тот же Подросток Это черно-белая копия С цветного Полироидного снимка Как известно Полироидный снимок Подделать невозможно Принципе Некий американец Сделал фотографию Своей собаки На лужку Когда вылезла Из полироидного Фотоаппарата Фотография Здесь же Проявившись Он с громадным Изумлением Увидел Три отпечатка Своего Собственного Сына Через Три дня Сын попал Под машину Погиб Еще раз Через три дня Причем Свидетели Катастрофы Категорически Утверждают Что они видели Этого мальчика Басова в шортах Было большое движение Автотранспорта Он стоял Потом он почесал руку Потом он поставил Руки на бедра Потом уже побежал Попал под машину Вот смертельная информация Информация Практически С призраками Привидениями Выведены из будущего В день нынешний Сегодняшний Для человека Который делал Эту фотографию Что это О чем это говорит Это говорит о том Что информация Из будущего Поступает В наши времена Постоянно Вот А почему нет каналов Постоянных Которыми Мог бы пользоваться Любой человек Почему именно Этому человеку Именно на этот Полироид Была выдана Эта информация Мы имеем дело С нечеловеческой Реальностью С нечеловеческими Формальными законами Негативный отпечаток На негативе Обнаженная Предположительно Женская рука И палец Касается строго Точки моего Третьего глаза Призрак Пытается внедриться В меня И только Заговорные технологии Позволяют Вставить стенку И блокировать Его воздействие Ростов-на-Дону Прошлый год Вместе с Известной Русской бабкой Целительницей Мы проводим Процедуру Экзорцизма Женщина Сидящая между Нами По Медицинскому Диагнозу Страдает Раздвоением Личности Мы говорим иначе Одержимая бесами Значит психотропы Не помогли Инсулиновая блокада Электрошок Все было впустую Она обратилась к нам Один сеанс Длительностью 40 минут Черные сущности Имеющие Непосредственнейшее Отношение К теме загробанного мира Из этой дамы Вышли Вышел демон От съемка демона Вот посмотрите В этом углу фотографии Если приглядеться Внимательно Внутри виден Силуэт Плечо Голова А это Так называемый Блокирующий Аналитический Скафандр Он выскочил И в этот момент Был заснят Некоторые американцы Посещают Так называемые Черные церкви Здесь священники Проводят Изгнание дьявола Из тела верующих Таких церквей Немного И самая известная Черных церковь Масачусства Дурфтен Удртен 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 Мы с вами работаем Погрузились Вы Глаза закрыли Работаем Сколько лет Тысячу Тысячу лет назад Так Вы Пятьдесят Всего пятьдесят лет назад Так хорошо Так вы девушка Лет так Девятнадцать назад Девятнадцать назад Так Вы Глаза закрыли Два года назад Два года назад Хорошо И вы Ну давайте так Я не знаю сколько человечеств существует Две тысячи лет назад Вот ходите Спрашивайте Что он видит И кем он находит Сейчас Что он сейчас ощущает Спрашивайте у него Простите пожалуйста Чем вы занимаетесь сейчас Сейчас Вот сейчас я гуляю Например Очень так Где По своему любимому острову Японии Гуляю Ну вы огромная тогда японка Просто по острову гуляете Вы в саду Или где Да Да У меня такой совершенно очаровательный садик Вот Самая очень красивая В чем вы одеты Одеты я в кимоно Цвет Цветастенький зелененький кимоно Так На ногах что На ногах у меня Сари такие знаете Такие тяжеленькие такие Где вы живете Если фантазировать Не если прямо Вы видите что-нибудь или нет Сложно представить Только честно Где вы сейчас находитесь Или не находитесь Или вы просто закрыли глаза в студии И накалываете меня Сложно заснуть меня Что-то Не получилось Окей понятно Окей хорошо Здесь не получилось немножко Ну это бывает понятно Прошу вас Сколько лет Пятьдесят Пятьдесят лет назад Так Кто вы Я во Франции В пободранном платье Но Оно раньше было очень красивое А где вы во Франции В городе, в деревне? В городе А в каком? Понятно А сколько вам лет? Лет 26 26 лет А вы замужем Или сейчас одна? Нет Я иду по улице У меня рваные ботинки И Какие-то Остатки была роскоши Там Красивое платье Раньше было А сейчас рваные Кто ваши родители? Родители Не помню Вы больны Или вы здоровы? Как вы ощущаете? Я здорова Но Голодна Хорошо Спасибо Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Она не слышит Два года назад Она еще немая была Она ничего не слышит Может быть у нее Просто тяжелое состояние Лучше Вывести ее Из этого состояния Потому что Не хотелось бы Чтобы что-то было Плохо Давайте возвращать Нормальное состояние Хорошо Все нормально? Вы меня слышали? Слышала все Но вы не говорили Почему? А я не поняла Что это ко мне А понял Хорошо Извините Так И у меня к вам Ой Вы такими глазами На меня смотрите Улыбнитесь пожалуйста Нормально, да? Кто вы сейчас? Я Собственно Я оставался Самим собой Хотя очень старался Погрузиться В 2000 лет назад Не получилось? Получилось Ну очень старался Кем вы были В прошлой жизни? Ну если я Если смотреть Вот гадальные книги Всякие Продаются То Мужчины В Англии родилась И какой-то трудяга была Матросом Животным Ослом, наверное Я думаю, что я была собакой Я думаю, собакой Я скорпион Наверное, скорпионом была Алхимиком Или химиком Или что-то таким Каким-то колдуном Кошкой или собакой Что-то в этом роде Была Купцом Рабочим И в торговле тоже работала И бухгалтером работала Я Царицей Почему? А я так хочу Крышки Помню, что я дрался мечом Это было примерно Около Около 1410 года При Грюнвальде Главным конструктором Петеровцем Я не жил Осуществовал Дорогие друзья Все, о чем здесь говорится Это всего лишь проявление Нашего многообразного мира Нашего сознания И нашего ощущения И осмысления И поэтому Все здесь теории Все варианты Они существуют Надо только лишь Это понять и почувствовать Понятно А какая из них Может быть верная Или неверная Или они Как гипотеза Имеют право на существование Мы, к сожалению Так же далеки от истины Как и Все здесь Мы никогда не узнаем истину Никогда А почему? А потому что Мы должны пройти Период этого испытания И только потом Истина откроется нам Это же сказано в Библии Я благодарю наших главных героев Я благодарю всех Кто собрался в аудиторию Спасибо Прости меня Господи Мы все узнаем Когда все-таки умрем И до следующего вторника Я надеюсь Что встреча будет Субтитры делал DimaTorzok